МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как повлияет на российско-американские отношения принятие закона Магнитского в США и закона Димы Яковлева в России? Мне кажется, будет хуже. Отношения у нас немножко разладились с Америкой. Ну, наверное, не в лучшую сторону. Это один из шагов на ухудшение. Я, например, считаю, что конфронтация, это вся любая, с той стороны или с той, наверное, как раньше была холодная война на огнетание напряженности и все. Они в любом случае изменятся. Вернее всего, что это все будет длиться долго. То есть сразу они не изменятся. Обама и Путин находят общий язык. Я думаю, что пока они у власти, это все будет нормально. В лучшую. Надеюсь, только на одно, на конструктивные изменения, что, по крайней мере, те претензии, которые наше правительство выражает американской стороне, будут услышаны, и они на самом деле важны, я считаю, для нашего общества. Если конструктивный диалог произойдет, и действительно наши политики найдут компромисс в этом вопросе, я думаю, всем на самом деле это только лучше, и нашим детям в том числе. Если американцы за своих граждан начинают бомбить, ну, наверное, россияне тоже должны защищать своих граждан, где бы то они ни находились. Мне так кажется, что наши отношения российско-американские всегда были непростые. Они так и останутся непростыми. Хуже вряд ли останутся. Вряд ли там будет какая-то там чрезвычайная ситуация. Ну, скорее всего, Америка пойдет на уступки. В ближайшее время несут коррективы некоторые. Что-то будет менять у нас, на мой взгляд, это просто не очень удобно. Ведь это обе стороны как бы должны между собой договориться. Это междуусловица небольшая, друг другу укол сделать. А отношения остаются с обрежними. Все это мыльная вода, пена. Это не тот вопрос, чтобы возник какой-то большой глобальный конфликт. Это мелочи жизни. Это пройдет со временем и все забудется. Есть более серьезные вопросы, которые нужно решать в двух странах. Я думаю, что вообще ничего не изменится. Это не какая-то внутренняя политика. Что они нам сделали, мы им сделали плохо. А так же все и останется.